Чем ближе холода, тем чаще люди вспоминают о грядущем сезоне простуд. По прогнозам специалистов, в этом году нас атакуют сразу три вида вирусов гриппа. Два из них довольно коварны. Медики уверены, самый надежный и проверенный способ обезопасить себя – это прививка. В Новом Рингое вакцинированы уже более 66% детей. Среди взрослых – процент выше. Родители, которые еще сомневаются, оставить прививку или нет, пригласили на встречу с главным санитарным врачом Ямала и московскими специалистами. Продолжение темы в сюжете. Кто действительно на сегодняшний день еще не подписал согласие на вакцинацию? Да. Хорошо. Тех, кто уже привился сам и дал согласие на прививку ребенка, большинство. Хотя некоторые еще в размышлении. Родителям требуется развеять все сомнения. Поэтому и вопросов поступает множество. Как и сколько времени действует препарат? Когда ждать вспышки инфекции? Специалисты поясняют – грипп постоянно мутирует. Поэтому содержимое вакцины меняют каждый год. В этом сезоне добавили те штаммы, которые будут наиболее опасны. Нашествие вирусов ожидают примерно в конце ноября. Нам еще не ставили прививки. И успеем ли мы выработать иммунитет? И будет ли тогда это иметь смысл? Наиболее оптимальный, так скажем, срок, и я думаю, что для вашего региона, это все-таки сентябрь был. Там, когда можно использовать все вакцины, которые есть. Вторая категория вакцин, о которой я сейчас говорил, которая есть у вас, ультрикс, она тормозит развитие самого вируса. Поэтому здесь октябрь точно весь пойдет. И даже где-то до середины ноября. А как быть, если ребенок постоянно болеет? Возможно, в этом случае народная медицина поможет укрепить иммунитет и станет альтернативой прививки. Врачи говорят, чеснок и чай с малиной уже давно не спасают от болезни. И говорить о том, что вам поможет бусы из чеснока, абсолютно точно нет. Они не помогут. Говорить о том, что вы справитесь только с лококциномом или теми современными препаратами, однозначно нет. Но вам нужно подобрать, если уж вы решаете вопрос, ту вакцину, которая будет наиболее безопасна для ребенка. Но, пожалуй, самый главный вопрос. Есть ли гарантия, что вакцина все-таки спасет от коварного вируса? Медики признают, на 100% ее нет. Но опасен не столько сам грипп, сколько осложнения, которые развиваются молниеносно. Если человек не привит, не исключен и летальный исход. Есть случаи в прошлом году в городе Тюмени, в городе Новый Уренгой, когда ребенок привитый, переболел все-таки гриппом, переболел в тяжелой форме, но, так скажем, остался жить. Слава Богу, да, но ему не поставили официально диагноз «грипп». Я ни в коем случае сейчас не призываю не ставить вакцину против гриппа. Нет, не расцените это как против вакцинации. Ни в коем случае. Это право каждого. Я просто говорю о том, что есть ведь вторая сторона медали, которая всегда умалчивает при агитации. И большая просьба при отказе родителей от вакцинации все-таки нас не принуждать. Вот вы говорите, заболел, остался живой. И, слава Богу, тяжело заболеть, но он жив. У нас прививка 100% от гриппа. А заболевание не защищает. Она защищает только от летального исхода. Встреча, на которую был отведен час, продлилась дольше запланированного времени. Вопросы, казалось, неиссякаемы. Кто-то покидал зал, твердо решив привиться. Кого-то врачи так и не сумели убедить в важности вакцинации. На медработе мы только всегда прививаемся. Прививаемся против гриппа. Впрочем, говорят врачи, они не пытались агитировать за прививку. Выбор остается за родителями. Но чтобы сказать свое «за» или «против», надо знать все о коварном вирусе. Сегодня уровень заболеваемости с сезонными простудами в городе ниже, чем в октябре прошлого года. И это во многом связано с массовой вакцинацией. Прививочная кампания продлится до 31 октября. Иван Фролов, Людмила Завгородня, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова